Здравствуйте, рад всех видеть, соскучился. Ну давайте в формате я скажу все, что хотел сказать по политической части, а потом вопросы любые без ограничений. Длительное время я отсутствовал, произошло много событий касательно мирного процесса. Официальные лица республик заявляли неоднократно о том, что минский протокол нарушен с украинской стороны. Повторяться не буду, это имеет место. Хочется сказать больше о внутренней ситуации, особенно на территориях государства Украина, которые мы называем Большой Новороссией. Тот факт, что общественные политические деятели, которые в результате выборов на Украине не получили представительства во власти, они либо вообще в своем большинстве абсолютно не пришли на выборы, либо пришли и проголосовали, но не за силы проевропейские, промайдановские. Но можно констатировать со стопроцентной уверенностью, что люди Большой Новороссии не получили политического представительства в украинской власти, в Верховной Раде. И это очень усугубляет политическую ситуацию, общественную ситуацию. Несмотря на, можно сказать, о фактах арестов за комментарии в социальной сети, можно говорить о том, что там нельзя носить георгиевскую ленточку, можно нарваться на какую-нибудь гуляющую банду правого сектора и быть избитым. Все это привело к тому, что общественные активисты, политические активисты ушли в подполье. И мы признаем их право так сделать, потому что отстаивать свои права и высказывать свою отличную от официальной украинской точку зрения, теперь можно только находясь в глубоком политическом подполье. И только так. И та обширная подпольная сеть, которая сегодня существует в Большой Новороссии, это дело рук украинского правительства. На 100% дело рук украинского правительства. Вся машина пропаганды, нетерпимость к иной точке зрения, отсутствие политического диалога нормального, отсутствие политического процесса. То есть можно говорить о том, что вина на 100% лежит на украинском правительстве. И это их ответственность. И если подполье, находясь в таких жестких условиях политического преследования, проявит готовность пойти на решительные действия, то удивляться этому не стоит. Вот украинское правительство, оно не должно удивляться. Это они все это сделали. Дальше по плану. Я хотел бы сказать о том, что мирный процесс или война, вот глобально, если рассматривать этот вопрос, то противостояние двух сил, России и Запада, Западу нужна война. Запад владеет обанкротившейся системой кредитно-финансового регулирования экономического в мире, который показал свою непригодность к дальнейшему обслуживанию экономических и политических интересов основных векторов силы в мире. И они пытаются создать территорию управляемого хаоса. Россия со своей стороны не заинтересована в разжигании войн, конфликтов, горячих, холодных. И проявляет сдержанность. Мы эту сдержанность уважаем. И благодарим даже Россию за эту сдержанность, за эту конструктивность. И будем продолжать поддерживать политическое руководство вот в такой позиции. Потому что сегодня Россия остается тем великим сдерживающим мира от хаоса и несет ту миссию, которую должна нести Россия как оплот мировой справедливости. Это мое глубокое убеждение. Что касается мир-война, то я за мирный диалог. Я за мирный диалог. Я был еще до покушения, я был на беседе с батюшкой Ильей. Это духовник патриарха Московского Евсея Руси. И, вы знаете, он несколько раз повторил фразу. Нужно остановить кровопролитие. Нужно остановить кровопролитие. И у него выступили слезы на глазах. Ведь действительно, кровопролитие сегодня это братоубийственная гражданская война, когда одни русские убивают других русских. Русские, которые украинцы, это тоже русские, я считаю, которые попали в идеологическую ловушку, которой 150 лет от роду под названием «Украинский проект». И вот за 150 лет была взрослена эта идеология. У нее появились носители. И мы сегодня, русские убивают русских, которые считают себя не русскими, а русских считают врагами. Конечно, с этим нужно бороться. Бороться информационными средствами, налаживать политический диалог. Мирный сценарий, который я предлагал и продолжаю предлагать, он состоит в том, что украинская власть должна подготовить законодательную базу для проведения референдумов. Субъектами этих референдумов должны стать регионы Украины. На референдуме нужно вынести вопросы об особом статусе этих регионах, в составе Украины, либо в другой форме, и дать людям сказать свою волю. Пусть эти референдумы будут носить даже консультативный характер. Для того, чтобы украинское правительство просто могло услышать и посмотреть в цифрах настроение людей большой Новороссии. Я думаю, что это сдвинет процесс, и политический диалог в Минске или в другом городе пойдет более конструктивно. Потому что очень большую опаску вызывают высказывания некоторых украинских политологов. Политологов, они уже не говорят разделение Украины, они уже говорят о демонтаже украинской государственности. И это вызывает мои большие волнения. И я считаю, что политический диалог это самый верный путь, самый правильный путь. И по нему нужно идти, ему нужно следовать. А саму идею большой Новороссии я считаю для украинского правительства спасительной. Для того, чтобы проект Украина мог существовать и сосуществовать с проектом Новороссия. Часто в социальных сетях мне задали большое количество вопросов. Я выделю два основных. Первое, это связано с выборами, нашим участием во власти. Я подать документы не смог, участвовать в выборах не смог. Общественно-политическим движением Новороссия было допущено ряд процедурных ошибок. И мы не смогли как движение участвовать. Но мы вошли в блок «Свободный Донбасс». И сегодня имеем представительство в Верховном Совете в количестве 19 депутатов. И мы будем конструктивно работать во власти. И думаю, что будем выкладываться. И сегодня каждый революционер, который поднимал людей, который шел на митинги, который давал декларации, каждый революционер должен стать реформатором. Чтобы уже не на словах декларировать те ценности и цели, за которые встал народ Донбасса, а внедрять их в виде процедур институтов власти, институтов гражданского общества. И в этом мы будем работать и сотрудничать со всеми конструктивными силами. Частым вопросом является, будет ли национализация активов Ахметова и других олигархов. Это является программным пунктом национализации крупных активов, энергогенерирующих и природодобывающих, как минимум. Это является программным пунктом нашей политической силы. Мы будем и дальше следовать и этому программному пункту. Но здесь нужно понимать, что национализацию следует отличать от отжима. Национализация это все-таки процесс, который должен иметь законодательные основания, которому должен предшествовать политический диалог, расчеты экономические. Процедурно нужно это все продумывать и действовать согласно плану. Частый вопрос, это мое отношение к главе республики Александру Владимировичу Захарченко. Скажу, что отношения у нас... Мы познакомились 26 или 27 февраля. Отношения у нас товарищеские. Но хочу отметить, что когда человек становится должностным лицом, высоким должностным лицом, то тут нужно смотреть на человека не со стороны персональных симпатий или антипатий. Здесь нужно судить по делам и познавать, и хвалить, или критиковать конструктивно, отмечу, действия, а не конкретную личность. И в этом смысле мы будем... Там, где мы имеем общую цель, мы будем сотрудничать. Там, где будут перегибы, мы будем говорить об этих перегибах, чего уж скрывать. Ну, а теперь я с удовольствием отвечу на вопросы, на все вопросы. Павел, вы нашли число 19 депутатов? Нет, у меня не было цели становиться депутатом. Кого обвиняете в покушении на вас? Я никого не обвиняю. Работала следственная группа. Были в первые дни задержаны люди, которые были причастны. И версия обвинения выдвинута. Это украинская диверсионно-разведывательная группа. Хотя мои версии были и другие версии. Что это там случайность. Мы, в общем-то, в смутное время живем. И, ну, давайте скажем честно, у нас есть определенные здесь вопросы, над которыми следует работать в этом отношении. И я рассматриваю до сих пор несколько версий. Там только косвенные свидетельства и показания. Ваша жена продолжает работать в МИДе? Нет, она не работает в МИДе. И она, кстати, стала депутатом. А ваши личные планы какие у вас как политика? Моя миссия это... Ну, я либо войду во власть, если позовут, либо буду свободным политиком озвучивать, как всегда я это делал, наиболее радикальную точку зрения. И я надеюсь, что она... К ней будут прислушиваться. И она должна быть в политической повестке. У меня три высших образования. И два из них очень профильные, касательно политической деятельности. Первое образование это историческое, базовое. И Академия при президенте Украины это государственное управление. Насколько Новороссия будет готова к весенним выборам? Местные советы. Я надеюсь, что мы подготовимся и будем всем этим процессом... На самом деле это более важные выборы, чем вот те выборы политические, скажем так, органы управления. Ведь мы задекларировали отдать власть на места. И мы этому будем следовать. Нет политической силы в Совете, насколько мне известно. Нет политических сил, которые декларировали бы централизацию власти. Все говорили о децентрализации власти и о том, чтобы отдавать власть на места. Потому что на местах власть ближе к людям, доступнее к людям. И ее легче достать, скажем так, и прийти, и потребовать. Мы будем следовать этому. И это более важные выборы, чем те, которые прошли. Это мое глубокое убеждение. Спасибо. Не пойдете ли вы на мэра Донецка в случае, так сказать, весной? Чтобы показать, ну, поставить... Хорошая идея, я подумаю. Ну, политическую карьеру, я считаю, что нужно начинать вот с каких-то... Ну, хорошая идея, кстати, да. Это все-таки должность хозяйственная больше, не политическая, да. Но, да, я подумаю. Идея хорошая. Чем будет заниматься Новороссия между выборами? Этим и в Сене? Чем будете заниматься зимой? У нас большая работа предстоит. она уже начата по разворачиванию первичных организаций. То есть всех, всех людей сейчас нужно объединить. Мы задекларировали идеи. Ну, вот в условиях войны, ну, скажем так, партийного строительства у нас как-то не получалось. У нас вот больше все-таки там энтузиазм, больше вот такие порывы. Сейчас время должно наступить для вот организационной больше работы и создания именно низовых политических структур, как средств влияния на власть. Ну, как института гражданского общества. Павел, скажите, пожалуйста, в этой войне очень много детей-сирот. Как можно им помочь? Дети-сироты – это, пожалуй, из всех социальных вопросов, да, много историй я знаю от очевидцев о том, как там пенсионеры в обмороке падают. Это для меня очень больно. Но дети-сироты – это, ну, скажем, для меня это самая большая боль. И что с этим делать? Я, наверное, покажу пример. Мы с супругой одного из детей войны мы усыновим или удочерим. При этом я хочу усыновить, а жена хочет удочерить. Ну, у нас политическая дискуссия на эту тему, скажем так. Скажите, вы-то не поднимались частным бизнесом? И если донимались, то как у тебя? Ну, я предприниматель же. Википедию откройте, почитайте. У меня рекламное агентство было. Ну, это средний бизнес, там, с оборотом миллион, полтора миллиона гривен. Ну, тех старых, тяжелых гривен. В общем-то, ну, это уровень дохода, там, в районе, там, 5-7-10 тысяч в сезон долларов. Ну, и у меня было концертное агентство новогодних праздников, где я работал для своего удовольствия Дедом Морозом. Три сезона. Это была одна из, скажем так, моих отдушин, да. И скажу, что в этот Новый год я тоже буду Дедом Морозом. Я приду к детям войны, я приду в детские дома и буду поздравлять детей с праздником и дарить им подарки. Я от этого испытываю очень большое удовольствие. Сегодня утром должен был прийти очередной гуманитарный конвойс в России. Почему он не пришел? По каким причинам неизвестно? Нет, я не знаю, к сожалению. Скажите, а на каком уровне Ваши движения в Лунии Новороссии представлено в структурах Луганской народной дисциплины? Там есть у нас союзники, и некоторые из них прошли в парламент. Я по количеству, это 5-6 человек. Это союзники. То есть о политическом объединении этому должен предшествовать диалог. Вот мое мнение, что вот то, как некоторые говорят аналитики, Новороссия с первых шагов пошла по пути конфедерализации. Вот мне, честно говоря, не очень это нравится, потому как Донбасс это ну это единый регион с одинаковой ментальностью, с одинаковыми там мировоззренческими пластами, скажем так, в умах людей. И хотелось бы, чтобы Новороссию вот административно-территориально я имею в виду большую Новороссию в перспективе там в теоретической, идеологической перспективе в перспективе, чтобы ее все-таки разделить по, скажем так, не этническому, как это сказать, по, ну, этно-территориальному, да, то есть Донбасс, это один менталитет, слабожанщина, третий менталитет, Таврия, еще один там тип людей. И это будет более прочное основание для будущего государства. Гораздо более прочное, гораздо более справедливое, с учетом мировоззрения людей и с учетом экономических, скажем так, связей и экономической специализации. Павел, ваш взгляд, на каком уровне, на каком этапе сейчас процесс признания ДНР, ЛМР, ДНР? Думаю, что это не вопрос ближайшей перспективы. Предстоит большая работа по, она уже на чатап, и очень серьезные подвижки по созданию банковской системы, налоговой системы, там системы таможенного регулирования, пограничники, полиция, да, все с нуля. Все с нуля. И я убежден, что пока здесь у нас не будет порядка, пока здесь у нас не будет эффективной власти, которая закрывает, ну, скажем, минимальные потребности людей в администрировании, то ни о каком признании вообще не может быть речи. Ну, а дальше это уже вопрос, скажем так, большой, геополитический. Поэтому здесь я могу только мнение высказать, не более того. Сергей Макаренко, Лайф-Ньюс, у меня два вопроса. Вы намеревались сделать какое-то важное заявление до покушения на вас. Если оно до сих пор актуально, было бы очень хорошо его услышать. И второй вопрос. Хотелось бы услышать ваш комментарий относительно того, что украинская армия, вопреки всем соглашениям, продолжает стягивать свои силы вокруг Донецка. Я вот, скажем, на последнем акцентирую. Украинская армия действительно продолжает и очень активно по всем сводкам. По всем сводкам это подготовка к агрессии. Я об этом говорил с самого начала. Еще тогда давно, когда Минский протокол назвал ничего не значащей бумажкой. Это по наитию у меня предчувствие такое было. Мы ведь знаем общественное мнение в Украине. Мы видим политическую риторику украинских политиков, ведущих украинских политиков. Исходя из этого, мы видим продолжающиеся потоки наемников, мы видим частные военные компании в очень значительном числе. Там мы видим, пошла борьба с Махновщиной. Вы наверняка знаете, что некоторые олигархи прекратили финансироваться правый сектор, борьба с Махновщиной. По сути, сейчас нам будет противостоять регулярная армия и частные военные компании, наемники. Касательно заявлений, это должно было быть предвыборное заявление, оно утратило свою актуальность. И по той причине, чтобы не вносить политическую смуту, я, наверное, воздержусь от содержания этого заявления. Оно уже не актуально, скажем так. Нет ли опасения, что в зиме Украина готовит милитарную катастрофу на Тонбассе? Она может, в принципе, украинская армия, уничтожить инфраструктуру, лишить Донецк, и прочие города, электричество, тепла, воды, и тогда это будет полный хаос. Но она это делает. Она ведь это делает. И она не препятствует. Мы через активистов наших, да, общественных, мы на палатках запустили акцию по... Ведь каждый человек заработал пенсию, пенсионер. И какое бы мнение, какого бы мнения он не придерживался, какое бы политическое... Ходил он на референдум, не ходил, но он эту пенсию заработал. Он заработал эту пенсию. Мы... И украинское правительство должно эту пенсию ему заплатить. Либо не хотите платить, признайте республики народные. Ну вот они в политическом казусе, ну вот страшном на самом деле. То есть они с одной стороны, они не признают даже особый статус, то есть закон отозвали, да. Хотя мы тоже там не высокого мнения были об этих подвижках. А и там тоже, в общем-то, его критиковали постоянно. Но ведь даже этот закон отозвали, то есть об особом статусе даже не говорят. Это с одной стороны. А с другой стороны, не платят пенсию. Можно ли это считать признанием? Я считаю, что можно это считать признанием политическим, косвенным, но абсолютным признанием того, что территория не контролируется. И люди, живущие на этой территории, не являются гражданами. Вот это трактовка, оно, по-моему, очень логично, согласитесь. Поспорить очень сложно. В связи с этим нас не сдали, когда наше движение, когда мы перемирили в эту территорию. Нас просто, наверное, сдали. Нет, ну... А так мы были, пожалуйста, в Киеве. В нашем движении какое было? Нужно понимать, что это очень большая игра. Это геополитика. И я говорил вначале, что мир – это сценарий России, как удержание от хаоса. Война – это сценарий американский. Нет, ничего, наоборот, не получилось. И ни о каком там предательстве не идет и речи, уж поверьте мне. Спасибо. Еще вопросы есть? Есть. Ну, это мнение, скажем так, очень конфликтное. Я знаю червонцев, мы общались и плечом к плечу при первом штурме, как и все, кто сегодня стал военными, политиками, активистами, пошел в правительство. На самом деле нужно быть сдержанным. Нужно быть сдержанным. И в условиях войны все-таки критика, даже если она имеет место, какие-то проблемы, она должна быть конструктивной. Она должна быть конструктивной, конкретной и вежливой. Вежливой. А вот в формате червонца, ну, это очень, конечно, весело звучит. Ну, извините. Ну, перед ним, да. А вот другие люди, которые, ну, с чем-то лицомат. Ну, я говорю, высказывать мнение можно и нужно, но делать это нужно в корректной форме, все-таки, я считаю. Вы имеете в виду большие политические механизмы или низовые механизмы? Народ будет осуществлять в власти в Новороссии? Снизу вверх. Снизу вверх. На выборах. Но это будет даже самое через депутатов, которые не будут замкнуты только на себя и там на свои какие-то интересы. Вот это уже большой политический механизм. Речь идет о процедуре отзыва депутата, о процедуре оценки депутатской деятельности. Такой закон мы обязательно разработаем и будем, инициируем его в парламенте. И он, я думаю, будет проголосован, потому что те силы и те люди, которые прошли в парламент, там нет ни одного представителя олигарха. Ни одного. Ни одного. Кто из представителей партии Рио? Кто конкретно? Я сейчас могу поднимать списки. Ну, надо, давайте, поднимать списки тогда и вот конкретно. Насколько мне известно, там нет сил, которые, скажем так, комплементарны олигархам. Все-таки нет. Ну, давайте списки посмотрим. Их опубликуют. Хорошо. Хотелось бы еще услышать по вопросу частной собственности. Будет ли такое-то законодательство, ограничивающее частную собственность в своих пределах? Либо это будет то же, что вот у нас осталась Конституция с мая месяца? Я сторонник общей собственности на земле общего назначения. Понятно. Это правда? Частно. Да, это все в программе. От программы... Конституции с мая месяца об этом ничего. Вот дойдут у парламента руки до Конституции, и мы будем сторонниками общей собственности на землю, кроме участков частного пользования, домовладений, придомовых, там, огородных, садовых, ну, кроме земель личного пользования. А в местных выборах тоже две политические силы будут участвовать? Я не знаю. Это зависит вот в первую очередь от процесса регистрации. Да, он был сложным. Не каждый смог пройти этот процесс регистрации, в том числе мы. Я все-таки надеюсь, что на местных выборах дадут и процедурно все смогут соблюсти те строгие нормы для регистрации политических сил. Хотя, наверное, местные выборы все-таки стоит говорить о мажоритарной системе. То есть, по моему глубокому убеждению, я был депутатом местного совета. Это местные советы, это не место для политики. Это, в общем-то, там повестка дня хозяйственная, людям помогать, мусор убирать, тепло, чтобы в домах... Это все-таки хозяйственные механизмы. Но, тем не менее, несмотря на это, нужно, чтобы в местные советы были избраны порядочные люди. Порядочные люди. Отношения к вину и к в жизни? Ну, это, скажем, политики, которые очень много сделали для республики. И это участники политического процесса. Мы с ними должны, вот в сложившихся условиях, мы должны иметь политический диалог со всеми политиками. Со всеми политиками. Сотрудничать по вопросам, которые общие. И, скажем так, вести дискуссию по спорным вопросам. Таковые наверняка будут, я это знаю. А партиям и общественным движениям, которые участвовали в революции, дадут возможность перерегистрироваться? Я думаю, такие вопросы лучше все-таки задавать главе республики. Нас просто за порт выбросили и все. А мы участвовали в этом процессе. Ну да. Вы уже сколько лет в русском движении стояли там на площадях? Что же с нами так поступало? Давайте я этот вопрос переадресую. Все-таки на такой вопрос должен ответить все-таки представитель власти. Я сегодня свободный политик. И та точка зрения, которую я декларирую, она не является официальной точкой зрения правительства. Для начала нужен национальный банк. И не национальный банк, как расчетно-кассовый центр, куда принимают налоги в виде наличности. И как-то их распределяют. А все-таки банковский сервер. Банковский сервер, центральные банковские серверы коммерческих банков. Системы клиент-банкинга для предприятий. Откуда брать объем наличности. Тут два пути. Либо занять, либо напечатать. Эмитировать. Я сторонник эмиссии новороссийского рубля. Я сторонник эмиссии новороссийского рубля. Эмиссии без привязок к системе currency board. И с мировым, скажем, глобальным финансовым структурам, которые регулируют. А чем обеспечивает это? Энергией. Донбасс может обеспечить только энергией. Например, давайте новороссийский рубль, пофантазируем, он будет привязан к киловатту электроэнергии. И тогда его стоимость будет измеряться. Скажем так, в киловатте электроэнергии можно измерить все. И стоимость буханки хлеба, и стоимость единицы тепла, и стоимость единицы воды. Ну, согласитесь, достаточно легко. Почему бы для начала не перейти, скажем, на российские рубли, по примеру, Абхазии, Южно-Оссетии, как вот сейчас? Да, да. Но тут воля должна быть и у партнеров на это. А Россия, в общем-то, в сложной ситуации. Вы же знаете, да, о спекуляциях с рублем, которые привели, ну, скажем так, к последствиям очень неоптимистичным. Да, то есть, и опять же, эти финансовые институты играются с ценой на нефть, обваливают рубль. Это все очень опасные игры. Но для того, чтобы новоросский рубль создать или там какой-то валюты, для этого нужно создать еще национальный банк и очень-очень большой стоп. Да, безусловно. И мы готовы помочь правительству проделать эту работу. Мы, как политическая сила, у нас есть компетентные специалисты. Мы готовы запустить, подготовить законодательство о банковской системе, запустить серверные системы национального банка, дать программное обеспечение коммерческим банкам согласно законодательству. А когда это может случиться, когда может появиться новороссийский рубль? Я думал, я фантазирую, а тут уже сроки надо говорить. Вы поймите, глава республики Александр Захарченко, правительство сформировано. Вот все-таки давайте вот эти вещи, я буду фантазировать, как свободный политик, а вот вещи конкретные, когда и что, все-таки это вопросы к избранному главе республики и к органам исполнительной власти. Но мы готовы помогать, и любая наша идея, она имеет конкретный план, конкретный закон, магистральный закон, подзаконные акты, процедурные, скажем, низовую нормативно-правовую базу. Мы готовы пахать, разрабатывать. У нас очень крупный юридический отдел. Это люди, которые начали к нам притягиваться, начиная с момента первого ареста. То есть первый юрист, который вот вошел в общественно-политическое движение, их было четверо. Это люди, которые защищали меня, когда я был арестован. То есть это мои адвокаты. Пока эта сила финансируется из карманов простых граждан, в основном Российской Федерации. Есть мой банковский счет, куда я прошу перечислять деньги на политическую деятельность и на информационную деятельность нашего общественно-политического движения. Вот пока живем. Мы рассматриваем вопросы, не буду скрывать, это вопрос, на который нужно отвечать прямо. Мы будем сотрудничать и защищать интересы национального, новороссийского производственного капитала. Который сегодня капиталом называть можно очень условно, потому что у них оборотки даже нет. У них есть готовность работать, есть коллектив, есть инфраструктура, полностью вымыто оборотные средства. Часть коллектива уехала, производственные мощности ниже стали, но готовность работы есть. И этим предприятиям мы будем помогать. Предприятиям производственного сектора, ориентированным на российский рынок. Мы политически будем защищать вот этот сектор экономики. Он, скажем, для Новороссии это государство, образующее, скажем так, фундамент экономики. Это производственники. Извините, такой вопрос. Вы намерены, скажем, подбиваться признание движения Новороссии за пределами Донбасса? Мы зарегистрировали нашу газету в России недавно. Я думаю, что мы получим подписной индекс. В ближайшие дни россияне смогут подписаться на нашу газету политическую. Что касается политических представительств, я думаю об этом вопросе. Не только Европы, в Австралии у нас есть сторонники, в Австралии, в стране Кенгуру есть много сторонников Новороссии. При этом они не отсюда, это австралийцы сторонники Новороссии. У нас в США много сторонников. Ввиду схожести флагов конфедераты за нас двумя руками. У нас очень много союзников. Весь мир на самом деле смотрит на Новороссию с надеждой. Почему? Потому что то, что произошло, это настоящая народная революция. Такого в мире не было очень давно. Очень давно. Это не олигархические какие-то игры, не внешнее влияние. Всем же понятно, что Россия не готова была к тому, что произойдет. Это силами народа сделана революция. Здесь сидят ее участники, я думаю, они подтвердят. И безусловно, весь мир смотрит надеждой. И мне бы хотелось, чтобы через 10 лет весь мир на Новороссию смотрел с завистью. С завистью. Завидовал, брал пример. И на этом мы будем работать. И этому мне придется отдать жизнь. Годы жизни. Спасибо большое.